Вчера, 21 ноября, «Локомотив» на своем льду принимал «Атлант» из Мытич. В прошлом сезоне КХЛ ярославцы дважды уступили хоккеистам из Подмосковья. В этом году удача была на стороне железнодорожников. Подробности у спортивного обозревателя Дениса Муравьева. На лед приглашается полный состав команды «Локомотив» «Террорстан». Гости начали встречу активно и больше владели шайбой. «Локомотив» же поначалу действовал на контратаках. Тем не менее, болельщики обеих команд после первого периода были настроены оптимистично и надеялись только на победу. Игра понравилась, «Атлант» мог забить. Были моменты, не реализовали. Поэтому надеемся, что во втором периоде забьем. Ребята молодцы. «Локомотив» старался. Были пару моментов, на которых можно было забивать. У нас ребята смотрятся получше, но им, как всегда, что-то не хватает. Пропустили несколько голевых моментов, не забили. В принципе, прогнозов пока никаких. Игра равна. Равновесие пошатнулось в начале второго периода. Железнодорожник Юрий Петров отправил снаряд точно в цель. На перерыв команды ушли при счете 1-0. Никаких претензий нет. Большая проблема в реализации численного игрока и вообще в реализации моментов. А вот над этим будем продолжать работать. Победную точку в матче поставил новобранец «Локомотива» Игорь Мусатов. 48-й номер железнодорожников отменным кистевым броском поразил ворота гостей. Голкипер Ярославцев Кертис Сэнфорд так и не позволил хоккеистам «Атланта» зажечь красный свет за своими воротами. В итоге 2-0. Железнодорожники одержали четвертую победу подряд. Уже 25 ноября Ярославский «Локомотив» вновь сыграет с «Атлантом» в Мытищах. Александр Захаров, Денис Муравьев, Сергей Мазилов. Я новости.